всем привет с вами кэп и мне хочется верить в то что это последний ролик про мэдбит на моем канале ибо такого количества внимания не удостаивался еще ни один процессор для тех кто не в курсе поясню недавно недельки две-три назад зависимости от того когда выйдет этот ролик мы сняли большой тест процессоров сделали прослушку сделали измерения и вот как-то вот все замкнулось на мэдбите в общем случае с мэдбитом нам не поверили хотя helix резолют и у прочих по прочим процессорам вопросов не возникало возникли помыть биту нас уличили в том что мы неправильно что-то измерили в том что мы случайность точнее специально загнали процессор в клип уличили в том что мы специально выбрали не те каналы для измерений дальше попросили измерить другой мэдбит то что попроще dsp player я измерил его мне там опять начали писать про то что я специально его загнал в клип в общем появилась каста определенная людей которые нам не верили параллельно выходу нашего ролика с большим тестов процессоров разработчик мэдбита тут же в этот же день либо на следующий уже точно не помню выпустил свое ответное видео где взял по сути такой же процессор измерил по сути так же как и мы и там не оказалось ничего того что намерили мы естественно у людей возникли вопросы как так получается кто же кого обманул разобраться захотелось и нам ведь мы понимали что в наших измерениях ошибки быть не может ибо тогда и у всех остальных процессоров были проблемы но вы можете сами пересмотреть тот ролик и их не наблюдалось вот и загвоздка кто здесь прав кто здесь кого обманул что происходит я начал смотреть видео разработчика видео вышло там показали абсолютно идеальные измерения чистейший звуковой тракт полнейшее отсутствие каких-либо искажений отсутствие клипа в общем все замечательно и разработчик закрыл комментарии и в ютубе и в группе вконтакте ну тут у меня возникли подозрения зачем закрывать ведь ты же ответил показал что вот мы дурачки здесь все нормально устройство абсолютно честное и чистое начали разбираться мы специально для вас достали именно тот самый процессор который был у нас на тесте ведь возник вопрос возможно у нас был брак хорошо если это брак тогда какой процент брака наблюдается у этих устройств если это был не брак значит все устройства остаются такими же значит где может быть разница правильно в измерениях ну оборудование для измерений мы вам показывали лупбек сомневаюсь что разработчика лупбек хуже то есть вопросов к оборудованию вроде как быть не должно но такая разница она просто гигантская в сравнении с тем что было у нас и что получалось у разработчика начали копать и причину мы нашли друзья и сегодня мы о ней вам поведаем это видео специально для тех кто нам не верил это видео для тех кто кидал к моему в комментариях к моему ролику ролик разработчика и писал что ага вас разоблачили вы вот ничего не умеете вы специально хотели опустить мэтбит это видео ответка всем тем кто усомнился в наших измерениях кто допустил себе неточность оскорбляя нас и наши измерения для тех кто решил перемирить все по новой но как обычно никто ничего не сделал кроме нас это видео для вас и да я выражаю огромную благодарность разработчику за то что он снял ответку потому что у нас уже была похожа ситуация с процессорными усилителями амп там вышла целая серия роликов о том какой я плохой и какие они все классные но измерений не было это не интересно там даже отвечать не на что здесь измерения появились и это был тот самый толчок который заставил достать назад тот процессор что был у нас на тесте измерить все заново и разобраться в причинах в причинах мы разобрались проблема найдена вас никто не обманул не мы не разработчик а теперь приступаем что же там было на самом деле проверяем микширование каналов по всем каналам у нас включена цифра то есть цифровой сигнал приходит на все 10 каналов процессора далее демонстрируем эквалайзер эквализации нет ни на одном из каналов везде все ровно никаких дополнительных изменений в сигнал мы не вносим далее первый камень преткновения нас уверяли в том что мы не умеем настраивать мы бит мы специально загасили 1 2 3 4 канал те которые якобы лучше мол мы не умеем выключать фильтры процессор нам этого сделать не дает на первом и втором канале сигнал порезан снизу на 1 килогерц вторым порядком то есть 12 децибел на октаву распустить их он не дает третий же канал и четвертый он дает порезать минимум от 100 герц для наших измерений этого в принципе будет достаточно это не помешает поэтому мы померим и третий четвертый то есть то что якобы лучше и остальные каналы то есть тот что якобы было хуже впрочем как и в прошлом ролике мы мерили и одно и другое четвертый канал видим что проблема та же самая по онам не дает распуститься полностью ну а 5 6 7 8 9 10 они у нас работают в полную полосу далее что мы сейчас с вами будем делать мы проверяем задержки и уровне по всем каналам для того чтобы не было подозрений в том что уровне специально на каких-то каналах были занижены где-то что-то было включено опять же что нет никакой дополнительной обработки процессор загнан настолько во флэт насколько это возможно вот он герой значит начинаем измерения с 5 6 канала на экранах вы видите напряжение 1 вольт вы видите что сигнал чистый нас еще часто обвиняли в том что специальное устройство загоняем в клип и видим что 1 вольт на выходе при максимальных режимах то есть при уровне в ноль чистый сигнал по сциллографу и чистая картинка спектролабе видим что у нас выход процессора подключен к внешней цепешки то есть видим ту картинку что нам показывал разработчик а теперь смотрим sample rate 44 100 делаем выше 48 килогерц оп джиттер здравствуйте и вот уже то что видели мы при этом сигнал чистый он не искажен нет никакого клипа мы просто поменяли sample rate теперь делаем sample rate тот который был у нас на тесте наших процессоров всех причем это 96 килогерц и вот вам та же самая картина что и было устройство не в клипе никто ничего не менял вы видите измерения 5 6 канала все та же страшная картина непонятно откуда взявшийся для тех кто не верит вот вам пожалуйста на одном экране включаем 44 100 хоп все чисто и красиво никаких проблем нет меняем каналы то есть мы мерили 5 6 они же у нас мол плохие включаем мол хороший это 3 4 1 2 подключаемся напоминаю что на третьем четвертом сигнал подрезан снизу от 100 герц то есть нашим измерением на килогерц это никак не повлияет напряжение становится уже 14 вольта то есть она повыше сигнал все такой же чистый видите что по низам у него происходит подаем все тот же килогерц вот у него 100 200 300 какие-то палки какие-то гармоники возникли непонятно откуда никто ничего не менял все снимается одним дублем далее подключаем другой канал из этой же пары то есть третий канал хоп а тут снизу все покрасивше палочек нет хотя шумовая полка на низах поднялась но при этом все вроде как красиво меняем 44 100 то что показывал нам разработчик на 48 килогерц включаем смотрим на график джиттер здравствуйте опять все некрасиво опять все страшно ничем не лучше чем у 5 6 и остальных каналов которые якобы по дефолту хуже все тот же чистый сигнал никаких изменений никаких искажений амплитуды и 96 килогерц то что делали мы пожалуйста ничего не меняется друзья все так же плохо и у тех каналов и у других и все также с полным отсутствием клипа но мы же процессор не просто так купили раз уж пошла такая пьянка давайте еще что-нибудь измерим и так на своих экранах вы видите сигнал частотой 5 килогерц с амплитудой в минус 5 децибел все красивенько все чистенько никаких вопросов не возникает меняем частоту 18 килогерц с той же амплитудой в минус 5 сейчас поймете зачем ну в принципе вопросов нет то есть и возникают гармоники уже за пределами слышимого диапазона возвращаемся к килогерцу делаем уровень сигнала в минус 2 смотрим на экран все вроде бы красиво все хорошо вопросов не возникает теперь при том же уровне меняем частоту на 3 килогерца все так же красиво все в порядке сейчас поймете зачем берем и пробуем 5 килогерц хоба что это такое одна и та же амплитуда просто разные частоты на килогерц и на 3 все было в порядке пробуем изменить амплитуду сделать ее пониже в минус 5 об все опять становится хорошо давайте попробуем попытаться поймать момент когда эта проблема наступает 9 килогерц при уровне минус 5 все хорошо поднимаем амплитуду минус 4 децибела и здесь все становится максимально страшно то есть у гармоники практически на уровне задающего тона делаем амплитуду в минус 2 и видим что у нас еще происходит снизу ну и на закуску пробежимся по интер модуляции итак у нас дискретизация 44 100 все красиво 48 килогерц вот она началась та же самая проблема что и было у нас ну естественно пробуем 96 килогерц и пожалуйста та же картинка хотя на 44 100 все красиво знает ли разработчик об этой проблеме или нет специально он делал 44 100 мы утверждать не беремся мы лишь вам показали почему так произошло дорогие друзья на этом все выводы делайте самостоятельно я еще раз повторюсь что мы не преследуем цели опустить какой-то бренд мы делаем что-то что-то измеряем что-то слышим и делимся с вами этими результатами решать вам что покупать и что приобретать просто у нас есть такой опыт и я считаю своей обязанностью долгом если хотите поделиться им с вами тем более вы очень давно и очень сильно меня просили измерить мэтбит вот вы кстати просили амп измерить мы вам измеряли и просили мэтбит мы тоже сделали лишь то что вам самим хотелось увидеть свои выводы каждый пускай оставит при себе я лишь еще раз повторюсь я больше не хочу снимать ничего про мэтбит и так слишком много внимания этим процессорам было уделено пожалуйста не пишите мне вконтакте или где-либо с предложениями измерить твикнутый мэтбит вот пускай ваши твикеры сами его измеряют если они на то способны но тему я считаю абсолютно обмусолены изученной от и до и закрытой всем спасибо за внимание с вами был кэп корпорации автозвука в огнях всем пока